Здравствуйте, друзья! Сегодня мы готовим очень вкусный соус, вкуснее майонеза. Я его использую для салатов, макарон, спагетти, также для овощей, для праздничных блюд. Получается очень вкусно, необычно и даже менее калорийный, чем майонез. Для этого нам понадобится 2 небольшие луковицы, зеленого лука. Можно также использовать небольшую головку репчатого лука. Если у вас нет зеленого. Также нужно отварить 4 яйца, порезать их на небольшие кусочки. Если вы хотите, чтобы соус был более жидким, можно добавить просто меньшее количество яиц. Допустим, 3 или даже 2. Соус получается довольно-таки густой, как майонез. Кладем все в блендер. Можно использовать обычный погружной блендер. Либо такой вот блендер в стакане, в форме стакана. Здесь без разницы. По объему получается приблизительно пол-литра в стакане. Я обязательно добавляю оливковое масло от 3 до 5 ложек. Оно придает небольшую горчинку, но в соусе оливковое масло практически вообще не чувствуется. Но придает особый такой аромат и вкус необычный. Также можно заменить на обычное масло без запаха. Это уже по вашему выбору. Горчица у меня не острая. Я добавляю приблизительно 1 столовую ложку. Она уже содержит уксус. Если вы используете острую горчицу, добавляйте значительно меньше. И где-то пол-ложки-ложку дополнительно 5% уксуса. Обязательно важный ингредиент это сливочное масло. Я добавляю всего 50 грамм. В таком случае соус получается значительно менее калорийный, чем майонез. Но очень вкусный. И, конечно же, 1 четвертую чайной ложки соли. Здесь смотрите по вкусу. Соус получился очень густой, как майонез. Его можно есть даже ложкой. Мне очень нравится этот вариант. Самое главное, он без сырых яиц. В чем его большой плюс. Я заправляю им очень часто салаты. Овощи, макароны. Или просто даже с хлебом. В качестве перекуса. Очень надеюсь, что вам понравился мой соус. И вы будете его использовать в качестве майонеза для разных блюд. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok